Добрый день! С вами я, Александра Зимакова, владелица и идейный вдохновитель агентства Геменеи «Ваша свадьба на Кипре». И сегодня мы записываем такое небольшое видео, видео-презентация для тех наших клиентов, которые являются гражданами Израиля. И тема сегодняшнего видео – это документы, которые требуются для граждан Израиля для бракосочетания на Кипре. Итак, начинаем, переходим к следующему слайду. И на самом деле документов очень-очень немного, и получить, я так думаю, их достаточно легко. Ну, во-первых, этот паспорт, который у вас и так есть, поскольку вы будете путешествовать, и бумага, которая берется в МВД Израиля, которая называется «Цитришум». Если вы в первый раз вступаете в брак, то больше никаких документов вам не потребуется. Если вы уже были в браке, то тогда у вас должны быть свидетельства о разводе или в случае вдохновения – это свидетельство о смерти супруга или супруги. Вам могут также потребоваться дополнительные документы, такие как справка о смене фамилии, если такая смена была, и свидетельство о рождении. Чаще всего практически во всех муниципалитетах свидетельство о рождении для граждан Израиля не требуется, потому что в «Цитришум» уже это все прописано, это даже не справка, это что-то вроде метрики, я бы сказала. Но некоторые муниципалитеты могут и потребовать и свидетельство о рождении, поэтому хорошо бы его тоже иметь, если вы самостоятельно делаете вашу свадьбу. Если вы обращаетесь к агенту, то, естественно, агент вам это все скажет, что в этом муниципалитете нужна такая справка о свидетельстве о рождении, а в этом, как, собственно говоря, чаще всего бывает, не нужна. Что такое «Цитришум»? «Цитришум» — это вот такая синенькая бумажка, которую, как я сказала, вы должны будете получить в МВД в Израиле. Что с ней дальше нужно делать? Вот вы получили эту бумагу, но, к сожалению, не все так просто. Вот здесь вот начинаются небольшие несложности, это несложно, но, скажем так, некоторая работа, которую вам придется проделать, это поставить на «Цитришум» «Апостиль» и после этого перевести на английский язык. То есть, еще раз повторяю, «Апостиль» мы ставим на оригинал бумаги, то есть в данном случае там «Цитришум» и потом переводим на английский, естественно, заверяем это все, то есть перевод должен быть заверен. Также мы поступаем со всеми другими документами, которые вы будете предоставлять в муниципалитет, ну, кроме паспорта. То есть, если у вас не первый брак, то, соответственно, свидетельство о разводе или свидетельство о смерти супруга или супруги также ставится «Апостиль», переводится на английский язык. Свидетельство о рождении, свидетельство о смене фамилии, если такие документы будут вам нужны. Таким же образом «Апостиль» на оригинал документа и потом перевод на английский язык и заверение этого перевода. Вопрос, который часто задают очень многие наши пары, это что такое «Апостиль». «Апостиль» — это такая бумага, такой штамп, я бы даже сказала, который делает документ одной страны легальным для другой страны, если эти обе страны являются членами Гаагской конвенции. Россия, Израиль, Украина, практически все европейские страны входят в эту Гаагскую конвенцию. Ливан, Канада, Азиатские страны чаще всего не входят в Гаагскую конвенцию, соответственно, легализация документов там происходит по-другому. Но в данном видео мы говорим исключительно о гражданах Израиля, соответственно, как бы для вас «Апостиль». «Апостиль» чаще всего ставится в Минюсте. Вы можете сделать это сами, но, скорее всего, это сделает за вас ваш нотариус, который потом и заверит перевод, и, собственно говоря, переведет, наверное, он не сам, но заверит тот перевод, который вам нужно будет сделать потом в ваших документах на английский язык. «Апостиль» обязателен на всех документах, которые вы будете предоставлять как граждане Израиля. Ну, как я уже сказала, кроме паспорта. Если ваше свидетельство о рождении или свидетельство о разводе выдано в другой стране, не в Израиле, то нужно уточнить, что, во-первых, эта страна член Лигаагской конвенции, и нужен ли вам «Апостиль». Ну, как я сказала, в основном, чаще всего, скорее всего, да, вам потребуется «Апостиль», только если это не Россия. На российские документы «Апостиль» ставить не нужно. Я так думаю, что, в принципе, вот это самое главное, что может вам потребоваться для бракосочетания на Кипре с точки зрения документов. Да, кстати, «Апостиль» потом нужно будет поставить на ваше свидетельство о браке, потому что без него свидетельство о браке, которое выдано на Кипре, не будет действительно в Израиле. Поэтому сразу после бракосочетания свидетельство о браке у вас забирается и возвращается на следующий, чаще всего на следующий рабочий день, после того, как на него будет поставлен вот этот «Апостиль». Уже в Израиле вы переводите, поскольку свидетельство о браке будет выдано на английском языке, то уже в Израиле вы все переводите на тот язык, который вам нужен. И в заключении я хочу напомнить о нашем предложении для пар из Израиля. Это бракосочетание на Кипре, стоимость которого 580 евро. В эту стоимость включаются административные сборы в муниципалитет, сама церемония бракосочетания, перевод этой церемонии на русский язык, поскольку она происходит на английском языке, помощь и консультация в подаче документов, подтверждение бронирования даты и времени вашего бракосочетания, естественно «Апостиль» на свидетельство о браке, вся организация и координация этого дня, доставка свидетельств о браке паре. Почему я говорю «свидетельств»? Потому что дубликат с сертификата о браке вы получите в подарок. У вас на выходе будет два сертификата о вашем браке. Вы можете обращаться ко мне по WhatsApp или Viber, телефон вы видите ниже или по e-mail. Всего вам хорошего, до свидания.